Заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции провел губернатор Колымы. На совещании присутствовали представители золотодобывающих компаний, в том числе Кинрос. Сотрудник предприятия на прошлой неделе был доставлен в больницу Анадыря с предварительным диагнозом СОВИД-19, пока не подтвержденным лабораторно. Анализы, взятые у потенциального носителя коронавируса, отправили в Новосибирск. Это единственный регион в стране, в котором сейчас проводят тестирование на выявление заболевания. По словам сотрудников Распотребнадзора, отправленные пробы попадут на изучение врачам только 19 марта. До этого времени есть подозрения на наличие болезни не только у одного человека, но и у тех, с кем он находился в контакте. 155 человек находятся в зоне риска. Сегодня мы ждем, или на этой неделе будут готовы результаты в Новосибирске и будет окончательный вердикт, как компания контролирует соблюдение домашнего режима своими работниками на территории Магаданской области. Сергей Носов поручил всем инстанциям отработать сценарий учений повышенной готовности в случае подтверждения наличия вируса в Магаданской области. В план профилактических работ входит отмена культурно-массовых мероприятий и перевод учебных заведений на дистанционное обучение. В инфекционной больнице Магадана подготавливают спецпалаты с изоляцией вентиляционных шахт. В областной больнице выделили отдельное крыло с изолированными палатами для пациентов с подозрением на пневмонию. Симптоматика заболеваний схожа и в итоге может оказаться, что человек болен коронавирусом. В случае обнаружения симптомов на респириторное заболевание, граждане могут обратиться по телефону горячей линии 62 40 43.